Пророк Захария Пророк Захария Пророк Захария Что делают и зачем они это делают? Очень актуальная тема для всех времен и народов, потому что святыни-то существуют всегда. Они могут быть разрушены, они могут быть восстановлены, но сами по себе святыни мертвы. Они не работают, если человек не проявляет в них какого-то своего отношения с Богом, не выстраивает этих отношений. Вот пророк Захарий об этом и говорит. А имя его означает Захарьягу, довольно простое имя, он очень хорошо понимает. Как вспомнил Господь или помнит Господь. То есть некоторое актуальное присутствие Бога в жизни человека. Итак, начинаем читать. Восьмой месяц второго года царства Недария было слово Господник Захарии, сыну Берехи, внуку Идо. Как обычно дается некоторая его генеалогия. Гнев Господень пал на ваших отцов. Об этом говорил очень много разных других пророков. О том, что они грешили, Господь прогневался, разрушил Иерусалим, разрушил храм. Про это Захарии ничего подробнее не нужно говорить, потому что и так уже все ясно. А что дальше-то? Поэтому передай народу слова Господа воинств. Обычное обозначение. Адонайд Саваот. Саваоф греческой, потом русской транскрипции. Соответственно, это Господь, который руководит небесными воинствами, ангельскими полками. Но тогда это еще и понималось, как небесные тела. Обратитесь ко мне, пророчеству Господа воинств, и тогда я обращусь к вам, говорит Господь воинств. Вечная тема пророков. Не просто ведите себя хорошо, это более-менее понятно. А обратитесь ко мне. То есть, Господь хочет личных отношений с этим народом и с каждым из этого народа. Не будьте подобны вашим отцам, которым взывали прежние пророки, передавали им слова Господа. Пересказ того, что был раньше. Свернитесь со злых ваших путей, отвратитесь от злых ваших дел, но не послушали они мнений, вняли. Таково пророчество Господа. Здесь очень краткое резюме, буквально такое summary, как это сегодня называют, того, что вообще-то пророки до катастрофы, до разрушения Иерусалима, до Увилонского плена говорили израильтянам. Где же теперь отцы ваши? Ну, понятно, что они умерли. Более того, умерли многие на чужбине, в Вавилонском плену. Да и пророкам жить ли вечно? Вот здесь немножко новая появляется тема. Пророки, те, кого Господь посылает, они ведь тоже не вечны. И их пророчество остается дольше. И сегодня мы читаем книгу Захарии, который умер больше двух тысячелетий назад. Тем не менее, его слова даже для нас сегодня вдруг оказываются в чем-то актуальными. Да и пророкам жить ли вечно? Но что сказал я, что определил, что заповедал пророкам, моим слугам, разве не постигло все это отцов ваших? То есть пророчество не просто переживает пророка, но исполняясь в жизни народа, оно дает повод задуматься и понять, что, собственно, происходит. Тогда раскаялись они и сказали, как судил Господь воинцев с нами поступить за наши пути, за наши дела, так он и поступил с нами. Догадались. Да, когда шарахнуло, то догадались. А вот, собственно, и все. Ну, дальше продолжение. В 24-й год, 11-го месяца, месяц Шевот, во второй год царства Недария. Что за 24-й год? Трудно сказать. Может быть, идет речь о переселении из Вавилоны. Как раз, может быть, что-то еще. Восстановление храма, но это зависит от общей хронологии. Ну, тот же самый год. Продолжение. Было слово Господне к Захарии, сыну Берехи, внуку и дом. А дальше начинается видение. Вот интересно, что сначала такое краткое-краткое сообщение. Национальная катастрофа. Давайте разберемся. У нее есть смысл. Вы знаете, я записываю эти слова в 2017 году. И как раз осенью юбилей Октябрьской революции или переворот, как кто угодно его называет. И одна из вещей, которая больше всего меня поразила в 2017 году, то, что российское общество, российское государство крайне мало приложило усилий для того, чтобы просто понять, что произошло 100 лет назад и вообще, что произошло с Россией в 20 веке. Вот когда читаешь Библию и встречаешь такие же национальные катастрофы, даже еще хуже. И более того, очень же легко объяснить. В Вавилоне не злые враги пришли, разрушили храм, разрушили город, всех нас взяли в плен, а мы хорошие. Очень легко это сказать, потому что так и было. Пришли и разрушили. Вместе с тем, это постоянная попытка осмысления. Почему с нами это случилось? Как сделать так, чтобы никогда больше это с нами не случалось? Вот, собственно, основное сообщение, которое пророки так или иначе пытаются передать своему народу. Итак, когда это стало ясным, когда уже нет нужды говорить, что да, мы пострадали не потому, что злые враги, а мы хорошие, а потому, что наши отцы согрешили. И потому, что Господь судил так. Вот когда это установлено, можно идти дальше? И дальше начинается что-то очень странное. Начинается цепочка видений, которые довольно трудно понять. Потом эти видения будут очень широко использоваться в Откровении Анны Богослова. В Новом Завете мы прочитаем что-то очень похожее. Образность это будет во множестве самых разных картин, произведений. А кони. Ну, давайте прочитаем сначала. Видел я ночью. Стоит между мертвыми деревьями, что растут в лощине. Такая идиллическая местность, да, красивое место. Всадник на рыжем коне. Позади него кони рыжие, пеги и белые. Такая, ну, тоже, в общем-то, идиллия, да. По сути, кони. Вот фильм Тарковского Андрея Рублева. Там все время кони на заднем плане. Вот там у людей какие-то страсти, что-то там происходит плохое, кого-то убивают. Там очень все напряженно. А в это время пасутся кони, красивые, грациозные животные, которые просто живут. И вот он видит тоже такую мирную жизнь. И красивую очень жизнь. Ведь лошадь очень красивое животное. Я спросил, кто это, владыка? Мне ответил ангел, говоривший со мной, я покажу тебе, кто это. Тоже вот интересный момент у Захарии. Эти пророчества диалогичны. Мы видим не только видение, которое пророк описывает. Мы видим недоумение пророка. Его некоторую растерянность. Это тоже очень важно. Вот пророкам, жить ли даже им вечно? Нет, но видение важно. И вот здесь пророк как бы сам удивляется своему видению. Он сам стоит перед ним с некоторым таким недоумением. Как же это так? Что же это такое? Ему нужно объяснение, он его получает. Нам, казалось бы, пророк, человек, который говорит, сейчас я вам все объясню. Сколько таких людей, духовно авторитетных, научно подкованных, политически высоко поставленных, приходит и говорит, так, будет вот то, что я сейчас объявлю. Пророк говорит, ой, что-то было такое, чего я не понял. Давайте я расскажу, как это выглядело. Может быть, вместе постараемся понять. Вот эта деликатность Захарии, это может быть один из самых главных уроков его книги. Пророк – это не всезнайка, пророк – это не начальник. Пророк – это человек, который вдруг что-то увидел такое, чем он не может не поделиться с остальным человечеством. Итак, я покажу тебе, кто этот человек, стоявший между мертвыми деревьями, ответил. То есть здесь, смотрите, даже такая многослойность ответа. Он спрашивает, кто это владыка, в общем, скорее Бога спрашивает. Ангел отвечает, покажу, и потом приходит человек. То, что Божественное Откровение – это не такая посылка. Бандероль пришла от Бога, распечатал, вот она. Нет, это некоторая передача, где и ангелы, и люди, хотя кто эти люди, если это люди в видении, то это скорее человеческие фигуры, тоже какие-то ангелы. И пророк, и пророк передает дальше. То есть вот это Откровение, оно сложно устроено, оно многоступенчато. Вот чем вообще отличается настоящее такое духовное познание от симулякров, от фейков? Симулякров, фейк – это делай так, я все знаю. А когда пророк показывает, насколько он сам изумлен, когда он показывает, как все это сложно устроено, как все неоднозначно, непонятно, ощущение, что ты действительно прикасаешься к некоторой тайне. Итак, человек ответил, это те, кого Господь послал обойти землю. Зачем послал, кого послал, и вообще, при чем здесь лошади? И они, кто они? А всадники, наверное, но всадник там один только, кони же другие еще были, или там тоже всадники. То есть ощущение какого-то очень сбивчивого рассказа, где пророк сам толком не знает, что он видит. Ну, смотрите, мы можем сказать, что ты был пьяный, что ли, или ты невнимательно смотрел, но ведь это история про то, что то, что мы постигаем в каком-то мистическом плане, озарение, оно очень не похоже на наше земное. И мы часто просто не в состоянии его принять, понять, увидеть. Нам остается только догадываться отчасти. И описание любое, оно довольно приблизительно. Итак, и они поведали ангела, стоявшего между мертвыми деревьями. Мы обошли всю землю, она пребывает в покое. Ну, вот, Персидская империя, она, как и любая мировая империя, пока она стабильна, она гарантирует мир в своих границах. Да, по крайней мере, это хорошо. На это Господень ангел сказал, «Господи воинств, доколе же милость твоя будет далека от Иерусалима и городов Иудеи, на которые ты негодуешь вот уже 70 лет». То есть, да, скорее, 520 год, вот Иерусалим еще в развалинах. Персидская империя установилась, она сменила Вавилонскую, и все вроде бы хорошо, но Иерусалим-то разорен. И молится Господу не пророк, молится ангел. Вот эта идея заступничества, идея того, что ангелы не просто вестники, но они могут быть и такими ходатаями перед Богом, она очень интересная и она, может быть, немножко необычная для Ветхого Завета. Да, вот, опять-таки, человек не один перед Богом. Он в каком-то окружении ангельских воинств, он с какими-то самыми разными духовными силами сталкивается, точно так же, как он сталкивается с самыми разными людьми. «Господь ответил, говорившему со мной ангелу, словами благими, словами утешения. Тогда, говоривший со мной ангел, велел мне провозгласить такие слова Господа воинства». Это уже, да, людей. «Возревновал я об Иерусалиме и сионе ревностью великой. Велико негодование мое на народы, живущие в покое. Когда на малое время горел мой гнев, они усугубляли беду». Тема, которая тоже постоянно возникала вот в пророках, у пророков разрушение, у пророков, которые говорили о разорении Иерусалима, о беде, плаче Иеремии в том числе. И другие народы, которые пользуются, вот Господь наказывает свой народ, а другие народы пользуются этой ситуацией для того, чтобы что-то свое такое. «Потому так, говорит Господь, с милостью вернусь к Иерусалиму, отстроится в нем мой дом, пророчество Господа воинств, и мерный шнур натянут над Иерусалимом». Мерный шнур, то есть будет стройка. Как строитель размечает, чтобы ровную стену сделать, он натягивает шнур и дальше уже кладет кирпичи или что он там кладет. Соответственно, вот Господь возревновал. Он любит до ревности то, что встречается периодически в самых разных местах Ветхого Завета. И он не может терпеть, когда с теми, кого он любит, плохо, вот если это не способствует их очищению. И вот сейчас он возревновал, все будет хорошо. «И провозгласи, вот какие слова Господа воинств, города мои преисполнятся благом, вновь Господь помилует Сион, вновь изберет Иерусалим». Речь идет не о национальном величии, речь идет даже не о восстановлении стены храма, хотя все это произойдет. Речь идет о милости, о том, что избранищество, о том, что вот это предстояние перед Богом для израильского народа возобновится. А все остальное – это просто прикладные последствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова